Добро пожаловать на просмотр видео. На ваших экранах новая игра под названием Car Driving Online. Игра вышла буквально на днях и уже довольно много внимания к себе привлекла. Отличительной особенностью этой игры является то, что она от разработчиков игры Bass Simulator Indonesia. Да, у этих разработчиков был всего лишь один симулятор и тут они решили выкатить второй. Чтобы долго и муторно не объяснять суть игры, скажу, что это игра наподобие Car Parking Online. То есть здесь тоже есть свободный режим, есть мультиплеер. Основной способ заработка это проходить миссии. Начнем мы с менюшки. Кстати, ребята, обратите внимание на графон игры. Она очень и очень хорошо оптимизирована. Это у меня стоят практически максимальные настройки графики. Вот могу показать. То есть у меня такой тени и текстуры на средних настройках. Остальное все выставлено на максимум. Игра доступна только на двух языках. Также можем поменять сервачок. Тип управления, руль оставлю, так как он удобнее для меня, по крайней мере. По настройкам быстренько пробежались. Заметили, думаю, многие, что есть повреждения в игре. У машины причем может открываться капот, он может отвалиться. Все в таком духе. То есть здесь повреждения плюс-минус такие продвинутые для телефонов. В будущем будет доступна функция создания своих уровней, но пока она недоступна. Дальше мы видим кнопку хаус, которая, как ни странно, позволяет нам строить свой дом. В этом же карпаркинге такого не было. То есть там можно было покупать дома, но чтобы их прямо так отстраивать, я вижу впервые. И вижу, что разработчики очень расщедрились и подарили нам, на первых, в головах настоящий толчок. Но в будущем мы можем улучшать эти дома и, как видите, в конце у нас прям такой коттедж будет. Также экстерьер, интерьер, какую-то мебель, заборы можно было в будущем менять. Но пока это, к сожалению, ничего нельзя. Ну или нужно купить дом и там уже расставлять эти всякие экстерьеры, интерьеры. Потому что в толчке вряд ли что-то мы сможем установить. Ну, в общем, такая вот новенькая интересная функция. Мы можем кастомизировать своего персонажа. То есть вот у нас такой челик. Челик, так скажем, побольше. Женские персонажи есть. Мы можем менять прическу, цвет волос. То есть кастомизация персонажа здесь присутствует. Можем вот так вот сделать. Причем это все, блин, за деньги или за рекламу. Ну, кстати, если даже за рекламу, там она очень коротенькая. Ее посмотрели и получили что-то новенькое. Ну и штаны по традиции. То есть персонажа можно всячески кастомизировать. И все в таком духе. Присутствует тюнинг. Но перед тем, как перейти в тюнинг, мы посмотрим, какие машины есть. Должен сказать, что здесь автопарк очень и очень скудный. Нам изначально дается 25 тысяч. На них мы можем купить либо копейку, либо Nissan, если не ошибаюсь. Если ошибаюсь, поправьте в комментах. Либо вот эту машинку. Я не помню, честно говоря, как она называется. Арбат как-то или Архат как-то. Не помню. В общем, тут картинка будет с ее названием. Дальше у нас идут машины подороже. 35 тысяч. Это Beha. Еще одна Beha M3 E92. Эта моделька качает из игры в игру. Ее только куда уже не запихали. Дальше идет еще одна модель, которая стянута бесплатно. Это тоже. Но я думаю, вот эти модели уже все видели. Вот Lamborghini Gallardo. Всем эти модельки уже известны. Golf. Ничего нового. Porsche. Вот Porsche прикольный. Его бы я завутал на самом деле. Прикольная машинка. Красивая. Hammer. Mitsubishi Lancer. Ferrari. Причем, смотрите, когда мы переключаем машину, у них каждый раз разный цвет меняется. Ну и последние две машины. Это Subaru. И почему-то Chaser. Здесь Chaser самый дорогой из всех машин. То есть Chaser дороже Ferrari. Почему так, я не знаю. В гараже у меня сейчас есть только вот такая копейка. И все. Причем написано Lama 2106. Хотя это не 2106. Далеко. Это не шестерка. Это копейка. Дальше мы зайдем во вкладку Tuning. Здесь очень все интересно. Посмотрите, как нам показан двигатель. Его мы будем прокачивать. Плюсом можно дропать другие двигатели вплоть до V8. Представьте, V8 поставить в копейку. Дальше у нас есть коробка передач, которую мы тоже можем прокачивать. Делать ее автоматической. Диски, суппорта. Ой, что сказал-то. Это же просто суппорта, тормоза, а не диски. АБС, ЕСП. Все мы можем это устанавливать. То есть над тюнингом здесь очень хорошо заморочились. И мы можем прямо что угодно ставить. Облегчать можем машину. Перемещать центр тяжести. Вперед, назад. Тип привода меняется. И также настройки диска. То есть мы можем вообще вот так вот колесики сделать. Да. Да, это очень необычно. Сзади можем так же сделать. То есть нам за это ничего не будет. Мы можем что угодно делать. То есть вот такой вот бред может получиться. И причем все это делается бесплатно. За это платить денег не надо. Поэтому я думаю будет очень много колхоза на серверах. Цвет машины мы можем менять как угодно. Всякий металлик, мат, хром и так далее. Гудки. Но это уже дефолтно не он. Номера. Номера я уже поставил. Данич. Свои фирменные. Спойлер. Причем спойлер можем перекрашивать. Как по мне так здесь тюнинга больше чем в карпаркинге. Хотя в карпаркинге есть обвесы. Но они за донат. А тут все бесплатно по сути. Трубы. Басудзоку есть даже стиль. Можем сделать дабл. То есть двойной. Две трубы. Очень классно вот это сделана функция. С крышем. Нас тут не менее интересно. Можем ставить багажник. Мигалки. Шашки. И конечно же по традиции дедовскую вот эту крышу. И воздухозаборник. По дискам мы можем их менять. Что переднее, что заднее. Причем по отдельности. То есть. Ой блин я купил диски случайно. Ну пофиг на самом деле. Оффроад. Все это меняется. Передние диски. Задние диски. Все мы можем это поменять. И вот примерно вот так вот это все дело будет выглядеть. То есть разгуляться здесь есть где. Ширину дисков увеличить. Ужас. Это просто ужас. На самом деле. Так. А у меня вот такой вот вопросик. На самом деле конечно меня в комментах убьют сейчас. Но я должен это попробовать. Так. Где у нас? Вот. Вот. Так. Это что у нас? Так. Давайте-ка это уберем. Еще раз. И заднее точно так же. Вот так вот у нас выглядит копеечка наша. Нереально крутая копейка. Ну ладно пофиг. Давайте так оставим на первое время. Также есть система винилов. Мы можем делать любые винилы. Любые рисунки на машину. Которые захотим. Ну точнее которая игра позволит. Также можем делать свой текст. То есть все здесь очень удобно. Сделано. Есть даже разные шрифты. Но это я пока трогать не буду. Я уверен что эти системы работают на все 100%. Теперь давайте будем переходить к самой игре. Нажимаем play. Уровни здесь парковка, гонки и еще станс. А это что-то типа паркура. Потом одиночная игра и мультиплеер. Давайте зайдем в одиночную игру. Сначала у нас есть разные уровни. Которые будут доступны в будущем. Сейчас нам доступны вот только два. Посмотрите на графон. И посмотрите сколько у меня FPS. То есть вот наш прекрасный дом. Прекрасный любимый дом. С прыжками здесь все так же. Траблы можно вот такую фиговину вытворять. Из взаимодействия. Много чего кстати есть. Можем помахать рукой. Конечно же мое любимое тут потанцевать в этой игре. Инвентарь даже есть. Ничего себе. Ну прикольно на самом деле. Вид от первого лица. Замечательно. То есть не обязательно вот так бегать. Можно так посмотрите на графон. И сколько у меня FPS. Это просто замечательно. Мне это дело очень безумно нравится. Можем убрать HUD. Есть даже режим камеры. Можем поперемещаться. Поделать скриншоты. То есть сейчас можно чуть-чуть приподняться. Я думаю убрать HUD. И вот такой вот скриншот прикольный сделать. Это у меня пойдет в Telegram. Там оставлю фотку. У меня там всегда много эксклюзивной информации в Telegram. Поэтому подписывайтесь. Ссылочка на него в описании. Нас чуть фура не сбило. Что ж садимся. Заводим двигатель. И советую обратить внимание на кнопку Sport Mode. Это что-то новенькое на самом деле. Я ни разу не видел копейку на Sport Mode. Ну ладно. Круиз-контроль. Тачку можно эвакуировать. То есть вся светотехника работает. Здесь очень много всяких функций. Гудок. Только чего нету. То есть здесь игра не даст заскучать. Вид от первого лица сейчас чекнем. У нас да. Все праворульное. Ну детализация. Знаете. Нормальная детализация. Особенно для телефона. Тут вообще базар у Zero. Никаких этих претензий нет. Играть можно. Все вполне играбельно. Ну на Sport Mode конечно мы тут Audi обогнали. Но это пипец. Я сейчас боюсь заходить в мультиплеер. Сейчас вот нашу чудо машину увидят. Меня там убьют точно. Ой это такси какая-то. Ох ты нифига себе. Я крутой конечно. Все таки было запланировано. Пожалуй мы поедем дальше. Много чего есть интересного. Заняться есть чем. Я это уже не раз завидел. Нифига себе. Я прямо в кузок пикапу залетел. Мы можем опрокинуться. Да здесь физика есть. То есть вот. Ну замечательно же все работает. Физика немножко по-моему кривая все таки. Но благо она хотя бы есть. Моделька не деревянная. Ездить можно. Давайте тут долго не будем задерживаться. А пойдем в мультиплеер. Это собственно и есть мультиплеер. Я пока не вижу никаких игроков. Кстати давайте откроем карту. Ну она на самом деле. Как квадратненькая. Ну небольшая карта. Небольшая. Но я думаю есть чем заняться. Я думаю со временем сервера будут забиваться игроками. Так как игра вышла буквально вчера или позавчера. Смотрите игрок появился. Сейчас мы попробуем доехать посмотреть. Можно ли с ними как-то взаимодействовать. Ну здесь чат есть понятно. Можно свои эмоции показывать. А ну вот пожалуйста чайзер уже фуговый тюнингованный. Ну кстати смотрите неплохо выглядит. Игроки уже есть. А вот дом игрока. Посмотрите как он выглядит. Ну и игрок может туда заходить. Мы туда зайти не сможем. Так как этот дом не наш. Предлагаю идти в другой режим. А именно режим уровней. Посмотреть сколько можно зарабатывать. Так паркинг. Первый уровень я вчера прошел. Сейчас пройдем второй. Так что ж дадут 2000 рублей. Ну рубли не рубли. Не знаю какая здесь валюта. Доллары и евро. Ну и тут нам тупо нужно припарковаться в триггере и все. Люди даже ходят прикольно. Но игра сделана неплохо. Картинка выглядит очень приятно. Все. Запарковались. А нужно еще заглушить машину. Все. Миссия пройдена. И таким образом мы их и будем проходить. Это была парковка. Сейчас мы испробуем паркур. Испробуем. Попробуем. Режим паркур. О. Туда же другую тачку будут давать. Это Mitsubishi Lancer. На колхозных дисках. Ну колхознее нашей копейки не будет ничего. Поэтому тут норм. Так. Нам нужно было долететь. Но я маленький разгон взял. Так как еще камеру вертел. Давайте сейчас прям постараемся. Постараемся чтобы туда залететь. Ну я думаю это очень легко на самом деле. Да. Все супер. Просто преодолеть нужно и все. Вот это уровни поинтереснее чем парковка. Я думаю. Хотя они будут бесячими по моему. Ну и гонки. Потому что ребята как думаете. Будет ли эта игра весомым конкурентом карпаркингу. Я пока честно говоря не знаю. К концу видео скажу свою точку зрения. И мы там посмотрим. Плюсом вы в комментах тоже пишите. Что думаете по поводу всего этого дела. Но по графике. Эта игра однозначно лучше чем карпаркинг. И оптимизация здесь тоже лучше. Я показал все уровни. Все что хотел. Ну и все что мог. В принципе. Обзорная часть закончилась. Так скажем. И сейчас я выскажу чисто свою точку зрения. Игра мне в принципе понравилась. У нее очень классная графика. Очень классная оптимизация. Тюнинг в игре очень разнообразный. До такого вот колхоза. Это с одной стороны минус. С другой стороны плюс. То есть можно дать волю фантазии. Но у кого-то эта фантазия очень больная. И вот кто-то всерьез может делать такие тачки. По автопарку игра однозначно уступает карпаркингу. В карпаркинге там уже 150 машин где-то. Я не утрирую. Там действительно где-то 150 машин уже. А здесь машин 10-15. Это на самом деле очень мало. Но я думаю в будущем в игру будет много чего нового добавляться. Своё впечатление. Свои предположения. Пожелания по игре. Пишите в комментариях. Интересно услышать ваше мнение по этому поводу. Что ж на этом всё. Всем большое спасибо за просмотр. И встретимся в следующем видео. Или на стриме.